Ну а с вами сегодня много разных тем было, даже не знаю, на чём остановиться, но моё личное внимание привлекают учения, так сказать, и те и другие. С одной стороны, российские военные провели в Финском заливе тренировку с запуском ракет из комплексов «Бастион», но это, мне кажется, вполне рутинная какая-то штука. А во-вторых, НАТО начинает крупнейшие учения со времён Холодной войны. Это в развитии нашего с вами вчерашнего разговора о том, что НАТО готовится к противостоянию с Россией, частично, может быть, от политической вещи, на словах, а частично и вполне себе готовится. И вот понятно, что такие учения не один день готовятся, и не вчера, не услышав нашу с вами передачу, решили поучиться. Но, тем не менее, манёвры крупные, давайте о них поговорим. Давайте. Ну, для начала скажем просто, что вот эти учения российской береговой обороны с запуском ракет из комплекса «Бастион», ракеты называются «Оникс», ну, это действительно такая абсолютно текущая работа, ничего в них экстраординарного нет. Ну, запустили, проверили, ракета летает. Попала или не попала, вроде бы, цель. Вроде бы, ну, по официальным, конечно, отчётам, она должна попасть туда, куда её нацелили, а что там происходило, на самом деле, один бог знает. Значит, ничего особенного в этом нет. А вот учение «Упорный защитник-2024» – это действительно серьёзная вещь. Они начинаются вот буквально на днях и должны продлиться до мая месяца. Это целая серия таких региональных, там, локальных операций или имитаций этих операций. Но вот если говорить о первой части этих учений, которая вот должна начаться в ближайшие дни, это проверка того, насколько быстро и насколько гладко проходит транспортировка личного состава американских вооружённых сил с территории Соединённых Штатов Европы. Это действительно ключевой момент, потому что во многих частях Европы, но прежде всего на Востоке, находятся довольно существенные склады с американским тяжёлым вооружением, танками, бронетехникой, там, пушками и всем прочим. Но главная проблема заключается в том, что нужно в течение нескольких дней перебросить значительное количество, это десятки тысяч американских солдат и офицеров. Если говорить о том, как это будет, а в какие точки Европы, ну, прежде всего, на Восток, в Польшу, возможно, в Германию какая-то часть, в Румынию, ну и, конечно, в страны Балтии, туда тоже должны быть переброшены те или иные части американских войск, поскольку война ожидается именно в Балтийском регионе. Ну, соответственно, вот проверяется, насколько подготовлена вся логистика, прежде всего, логистика проверяется. Как подготовлена вся логистика для того, чтобы в кратчайшие сроки, ну, действительно, так называемый угрожаемый период, когда война вот-вот должна начаться, значит, перебросить большое количество солдат и офицеров. Задача исключительно сложная, но вот проверять, как она на самом деле решается. Это первое. Второе. Обычно в таких учениях, а в этих учениях участвуют 90 тысяч солдат и офицеров различных стран НАТО, значит, проверяется взаимодействие армии различных государств. Потому что одна из особенностей НАТО заключается в том, что на поле боя должны действовать в согласии друг с другом, по единым планам, под единым командованием вооруженные силы, подразделения части вооруженных сил разных государств. Соответственно, нужно отрабатывать механизмы взаимодействия. Ну, во-первых, армии различных стран, и во-вторых, взаимодействие родных войск, то есть сухопутных войск, авиации и военно-морских сил. Но вот это действительно ключевой момент в современной войне взаимодействия видов вооруженных сил. Потому что если пехота действует по своим планам, а авиация действует по своим планам, ничего хорошего из этого не получается. Вот один из факторов успеха армии обороны Израиля вот в нынешней войне в территории Газа как раз заключался в том, что авиация, морские силы, боевые корабли, которые обстреливали территорию, занятую частями и подразделениями Хамаза, и сухопутные силы Израиля действовали в едином, как единый симфонический оркестр. И в этом действительно важный фактор успеха, тут ничего не скажет. Вот будут отрабатываться два таких очень важных момента в подготовке к будущей войне НАТО с Россией. Или Россия с НАТО. И, естественно, возникает вопрос, а как предотвратить эту войну? Ну и ответ, который дается в НАТО, фактически единственный способ, который есть сегодня в распоряжении Североатлантического альянса, это создать мощный потенциал сдерживания, чтобы на каждом уровне эскалации конфликта НАТО имело бы возможность содержать быструю и убедительную победу. Причем те издержки, которые понесет агрессор, в данном случае Россия, заведомо превышали бы те возможные выгоды, которые он может получить от своей операции, от своей реализации своих замыслов. Это аксиома сдерживания. Агрессор должен получить меньше выгод от агрессии, чем, скажем, потери. Потери должны быть больше. Это аксиома сдерживает. Хорошо, будем смотреть за этими учениями. Судя по всему, может быть, и тут тоже будет какая-то активность. У нас тут пока только забастовка фермеров. Знаете, я вчера увидел, извините, что не о войне, но тем не менее, поймёте, почему я говорю так. Вчера была публикация Делфи, у нас есть русскоязычное издание здесь Делфи, которое начиналось с таким заголовком. В Вильнюс вошла тяжёлая техника. И реально несколько десятков тракторов перекрыли центральную улицу Гедемина, и там протестуют. Но нет, слава богу, это очень мирная техника, и я думаю, что всё так или иначе мирно решится. Но, кстати, о технике. О технике пишут, что российские войска решили использовать украинскую тактику использования инженерных войск, российские военные. Скажите, что это означает вообще? А на самом деле означает вот что. Значит, в российской армии где-то в конце прошлого десятилетия, в 2018 году или в 2019, был создан так называемый инженерный спецназ. Что такое инженерный войск? И вот сегодня, ну, по крайней мере, в наши дни сейчас, этот спецназ готовится к тому, чтобы принять участие в будущем наступлении или в идущем наступлении российских войск. О чём идёт речь? Значит, инженерные войска, они же называются сапёрами, предназначены для решения нескольких задач. Это минирование, разминирование, наведение мостов, значит, всякого рода переправ через, ну, через реки или через противотанковые рвы, строительство дорог и так далее. Но сапёры – это вообще довольно важный элемент, очень важный элемент в вооружённых силах. Без них никакая крупная война просто невозможна. Так вот, где-то во время финской войны 1939-1940 года в советской армии, тогда она называлась «Красной», были созданы так называемые штурмовые инженерные бригады. Смысл этого решения заключался в том, что нужно подготовить и бросить в бой подразделения, которые могут уничтожать вражеские опорные пункты. Тогда они назывались часто очень «Доты», долговременные огневые точки и прочее. То есть, вот для того, чтобы прорвать полосу укреплений, финская полоса называлась «Линия Маннергейма», вот и не получалось никак её пройти, «Красная армия», и вот для решения этой задачи были созданы вот такие инженерно-штурмовые, или, скорее всего, инженерно-штурмовые, инженерная стоит на первом месте, бригады, которые должны были подбираться близко к укреплениям противника, в том числе к бетонным или другим сильно укреплённым вот этим огневым точкам, и их взрывать, уничтожать, в общем, так или иначе с ними расправляться. Насколько успешным этот опыт был в финской войне, я просто сказать не могу, по-видимому, не такой, что был уже очень успешный, но во Второй мировой войне такие бригады применялись довольно часто, в том числе при штурме Келиксбергской крепости, их бросали в бой неоднократно. Это хорошо подготовленные солдаты и офицеры со специальной техникой, в том числе с огнемётами, с разного рода взрывными устройствами. Их задача подойти близко, максимально близко к укреплениям противника, их взорвать, уничтожить, в общем, сделать с ними что-то нехорошее. Параллельно сейчас уже есть и другие задачи, это задачи разминирования, задачи крайне актуальны. Вот почему упоминается тактика вооружённых сил Украины, потому что, ну, известно, когда летом прошлого года ВСУ столкнулись с вот этими огромными минными полями, та техника, которая у них была, техника разминирования, ну, разные машины, они называются иногда универсальная, боевая машина, инженерная машина, иногда так называются, ну, по-разному. Вот, ну, не получилось быстро пройти эти минные поля, и техника, в общем, техники не хватало УСУ эту задачу решить. Ну, известно, УСУ построили или заканчивают строительство своей линии Суровикиной, не знаю, как её назовут, кто её, инициатор этого строительства, трудно сказать, ну, как-нибудь назовут, наверное. Ну, вот, российские войска готовятся к тому, чтобы её прорвать, эту линию, ну, и, соответственно, снабжаются всякого рода техникой. В основном эта техника, это такие экскаваторы или бульдозерные такие, вот, как они называются, отвалы, по-моему, которые укрепляются на танках, и вот так эта техника движется. Там должны быть ещё так называемые танковые мостов-владчики, то есть через рвы, через овраги, такие машины, которые установлены, ну, на базе танков, они созданы, и устанавливают мосты длинной там, по-моему, до 25 метров они могут пролёт перебросить через какой-нибудь ров или через небольшую реку, речку, через овраг и так далее. Вот, кстати говоря, вот, когда впервые появились сообщения о том, что в российской армии создаются такие штурмовые бригады, вновь создаются, это был 18-19 год, сразу западные аналитики начали говорить о том, ну, значит, Москва готовится к наступательной операции. Это действительно так, потому что в оборонительных боях вот эти штурмовые бригады просто никому не нужны. А вот, когда они создаются, и начинается их там подготовка, тренировка, учения, это один из таких классических признаков подготовки страны и армии к агрессивным наступательным операциям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова